В эфире специальный выпуск актуального интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! И традиционно раз в месяц в этой студии мы встречаемся с депутатом Городской Думы Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие, на наш взгляд, события месяца. Петр, привет! Здравствуйте! Предлагаю начать нашу беседу сегодняшнюю с обсуждения отчета главы города о деятельности за прошлый год. Я знаю, что ты там был на его выступлении, на заседании Думы, и у тебя были вопросы. Нет, у меня не было вопросов, у меня было выступление. Было выступление. Я выступал тоже, да, со своей оценкой. Расскажи о своей оценке. Давай начнем, наверное, с того, что у нас поменялось, и мы говорим уже на протяжении трех лет, поменялось принцип власти в городе. Она стала так называемой одноглавой, когда глава города, он же глава местного самоуправления, если с точки зрения закона говорить, как это правильно называется, он руководит администрацией города, исполнительным органом власти. Но до этого был глава города председателем Думы. И, собственно говоря, вот это поменялось с 2020 года. Но вот все истории, связанные с оценкой отчета главы, тянулись из того времени, из прошлого, да, из предыдущего созыва, где формулировка решения городской думы звучала, как принять отчет к сведению, да, не давая никакой оценки. Тем не менее, 131-й федеральный закон, закон о местном самоуправлении, ну, прямо дает нам право ставить оценку отчета. Кстати, я помню, что вопрос именно оценки, отчету деятельности главы города и главы администрации поднимался еще при прошлом созыве. Естественно. Каждый год поднимается этот вопрос, что принять, не принять этого недостаточно, нужно удовлетворительно, неудовлетворительно оценку. То есть это не свежий разговор. Да, это совершенно не свежий разговор, это уже там 7 лет длится эта история, да, там, может быть, первый год там с 16-го, там, с 15-го на 16-й год этого еще как бы не поднималось, но вот в последующие годы действительно был разговор о том, что надо давать оценку. Ну, в любом случае, да, если мы говорим про контрольную функцию городской думы, да, функцию контроля исполнительной власти за принятые решения... Которая прописана в уставе. В уставе города прописана эта функция, это прямая наша обязанность контролировать и давать оценку. То есть без оценки никакой контрольной функции быть не может. И в связи с этим постоянно возникал вопрос. Но при двуглавой системе, когда, ну, как, наверное, Алексей Викторович Голубев был главой администрации, ему можно было бы давать оценку, но она ни на что бы не влияла, потому что с точки зрения 131-го закона оценка дается именно главе местного самоуправления, то есть главе города, да. На тот момент им был Александр Михайлович Тихонов, и он был председателем Думы. Ну, а смысл ему давать оценку за деятельность Думы? Потому что депутаты, собственно, это и есть Дума, самим себя оценивать. Да, ну, как бы, получалось так, что у нас вырождена история, что мы вроде бы хотим оценить, да, но по идее некому тут оценку ставить. А сейчас нет, сейчас все четко, сейчас Алексей Александрович Сафонов, он и глава города, он и глава администрации, руководит всей администрацией в целом. И вот именно ему, собственно говоря, 131-й закон и дает нам право ставить некую оценку, там, удовлетворительная или неудовлетворительная, да, но опять же... Что дает эта оценка? Ну, допустим, вам не понравилось, как отработала глава, вы поставили неудовлетворительная, и что? Ну, как это? Последнее китайское предупреждение это называется. Значит, в случае, если дважды подряд была дана главе неудовлетворительная оценка представительным органам, то есть Думой, он отправляется автоматически в отставку. То есть это тоже где-то в законе прописано? Это прописано в 131-м законе, и это действительно там право человеку, который действительно не справляется на своем рабочем месте, право представительному органу удалить его в отставку. То есть такой некий двухлетний импичмент такой своеобразный. А, например, вы можете не принять отчет? Вы же голосуете за то, чтобы принять к сведению, вы можете не проголосовать. Честно, хороший вопрос, но это выглядит как ящик Мандоры, да, то есть неизвестно, что будет, когда мы его откроем. По идее, должно быть какие-то наверняка веские основания, чтобы его не принять для начала. То есть просто не поднять руки за то, чтобы его принять, этого недостаточно. Нужно аргументировать, почему ты не поднял руку. Ну, по идее, да, действительно, во-первых, нужны аргументы. А что такое аргументы в нашей истории с точки зрения отчета о деятельности? Это показатели эффективности деятельности, то есть достигнуты какие-то показатели. Выполнены ли все поручения городской думы, которые были приняты соответствующим образом через голосование на заседание? Может быть, там показатели, которые мы, может быть, сами придумаем. Вот. И установим их как целевые для главы, да. Вот мы говорим, что вот показатель, вот его целевой индикатор. Пожалуйста, если ты его достигаешь, молодец, оценка удовлетворительна. Не достигаешь, вопросы, да, почему не достигнуты, какие поставки. То есть ты имеешь в виду оценку по каждому показателю? Вот. Вот, собственно говоря, мы подходим к тому моменту, когда депутаты созрели к этому процессу, да. Когда, я-то вообще, в принципе, ради, ну вот если у нас нет положения об оценке деятельности главы, да, то каждый оценивает субъективно. Как он видит, да, как он чувствует, да. То есть какие, как была проведена работа в предыдущем году, насколько ему понравилось там самому взаимодействовать с администрацией, насколько были его мнения, там, желания учтены, да, или поправки. Ну, это не совсем честно, да. Не честно, чисто субъективно. Личностное мнение, но нас 34 человека, понимаешь, то есть это коллективный орган, да, и принимается коллективное решение. То есть не кто-то один там ставит оценку, а каждый для себя внутри решает. С моей точки зрения, это моя точка зрения исключительная. Я готов к такому субъективизму. Ну, может быть, должна быть какая-то понятная, объективная система оценки. Ну, вот как в школе, знаешь, русский язык оценивают. Одна ошибка 4, две ошибки 4 с минусом, три ошибки 3, ну и так далее. Ну, вот, собственно говоря, к этому все и пришло, да. Я-то, в принципе, родил, чтобы убрать эту дурацкую формулировку, принять отчет к сведению, то есть, ну, это, с моей точки зрения, она такая позорная, да, потому что уже, когда все муниципалитеты, области не стесняются делать публичные отчеты перед населением, главы выступают перед общественными организациями, собирают полные залы в ДК, да, там, собирают общественность. И не только в Городской Думе докладывают отчет, но и всем жителям фактически, то есть, не только депутаты участвуют в этом процессе. У нас, к сожалению, как-то это достаточно камерно, то есть, вот, исключительно Городская Дума, исключительно заседание Городской Думы, никакого публичности, такой излишней публичности, да, администрация не проявляет. И вот ты сказал, что депутатское сообщество пришло, созрело, да, к этой оценке, что дальше? То есть, следующий отчет через год вы будете уже оценивать? Теперь, наверное, по механике, да, поговорим, в этом вопросе следующее. У нас нет положения об оценке деятельности главы и администрации. Вы можете его разработать, как Дума. Вот, поэтому в этом году проект решения изменили следующим образом. Убрали слова к сведению. То есть, формулировка решения теперь в этом году звучит так. Принять отчет главы города о своей деятельности, деятельности администрации города Сарова. Принять. Не просто как принять к сведению услышал, а согласен с ним. Да, мы приняли этот отчет. Хорошо. Но вот вторым пунктом решения, где должна стоять формулировка, считать деятельность и так далее, и там оценка удовлетворительна, неудовлетворительна, этого пункта пока нет. Но протокольно договорились и записали это в протокол заседания Городской думы, что Городская дума должна разработать положение об оценке деятельности главы. И полномочия такие у думы есть, соответственно. Да, это наш внутренний нормативный документ, мы его будем разрабатывать. Уже создана рабочая группа, я туда вошел, естественно. Когда я слышу «создана рабочая группа», мне смешно становится. Да, согласен. Из прошлого опыта, действительно, когда ты хочешь замылить вопрос «создай рабочую группу», это рабочий вариант, если что-то хочешь утопить в бумажках. Но на самом деле я хочу тут немножко сказать, что Городская дума стала по-другому относиться к деятельности своих рабочих групп, и динамика работы этих рабочих групп стала более активной. И действительно, из рабочих групп начали выходить рабочие документы. Я сам участвовал в двух рабочих группах, в одной их был в качестве руководителя. И я скажу, что динамика и интенсивность высокая. То есть результат есть. То есть из рабочих групп выходит результат. Хорошо. То есть положение будет разработано. Да. Вопрос, какие туда включатся так называемые ключевые показатели эффективности. Хорошо. Я предлагаю оставить разработку вот этих критериев все-таки рабочей группе, чтобы было чем заниматься. Теперь давай мы вернемся все-таки непосредственно к отчету главы города. Какие основные пункты ты можешь отметить? И вы приняли, наверное, мы тоже не будем давать тут оценку, а просто обсудим этот отчет. Но на самом деле я слежу за некоторыми показателями. Здесь надо говорить о том, что да, у нас образование занимает львиную долю бюджета, две трети. И, собственно говоря, касательно, где деньги, там и, собственно говоря, наибольшая активность. Здесь в образовании вроде бы все в порядке. В культуре вроде бы тоже. В молодежи и спорте тоже вроде бы все исполняется. Но вот на самом деле, если смотреть по исполнению муниципальным программ, а это прямо четко видно, допустим, при исполнении бюджета, то те программы, где больше всего проблем, они исполняются хуже всего с точки зрения финансового. То есть, например, программа городской хозяйства. Не все там гладко. Мы это сами чувствуем на себе в первую очередь, потому что многие шишки валятся по программе городского хозяйства. Городское хозяйство – это то, с чем каждый горожанин сталкивается в ежедневной жизни. Банально споткнувшись в яму на дороге или пробив колесо. Или застряв в колдобинах. Или застряв в ледяной колее, ты первым телом это чувствуешь. А это все в показателях. Так или иначе, оно в цифрах отображается. Второй, наверное, такой важный показатель – это количество вводимого жилья в городе. И это не я один отмечаю, многие депутаты для себя тоже. Например, Алексей Александрович Волгин, он же задавал вопрос, в чем причина того, что у нас в городе сдается по одному на квартирному дому в год. И я вам больше скажу, что больше не будет сдаваться по одному на квартирному дому в год, потому что вообще не будет ничего сдаваться. И все эти дома расторговались, и акционы на них прошли еще при предыдущей администрации. Соответственно, это важный показатель – количество вводимого жилья. Это цифры, он в цифрах, он нацифрован конкретно. А есть какой-то норматив? То есть должно вводиться столько-то квадратных метров? Я не уверен, что он спускается на город, потому что эта цифра областная. То есть область для себя ставит некий план по количеству вводимого жилья в области. И дальше я не уверен, что в администрацию приходит некая ее доля по вводу жилья. Но, понимаешь, 2000 квадратных метров – это вообще мизер. Хороший показатель был бы 10 тысяч. В лучшие года по 20 тысяч квадратных метров. Я говорю именно про многоквартирное. Я не говорю про индивидуальное жилье, про блокированную жилую застройку. Говорим именно про многоквартирное жилье. Это все влияет на рынок. Это показатель, он в первую очередь влияет на рынок. То есть недостаток и нехватка первичного жилья тянет очень сильные цены вверх и на первичном рынке. У нас уже практически его не осталось, будем говорить прямо. И на вторичке. Потому что если нет первички, люди обращают свой взор на… Мы уже много раз обсуждали это, что закон спроса и предложения, рынок ты никуда не денешь. То есть он будет здесь существовать. Соответственно, второй показатель, такой для меня важный, это инвестиции. Инвестиционная деятельность. Что такое инвестиции? Это когда предприятия, малые, средние, вкладывают собственные средства в развитие. В развитие это в создание новых рабочих мест, в создание новых производств, в стройку какую-нибудь, в покупку оборудования и так далее. И здесь отмечается снижение. В МСП просядка где-то проедка 15%. И голова говорит, что в принципе хорошо, что не так низко мы упали в этом показателе. Ну, тут действительно у нас экономическая ситуация в стране такова, что по всей стране, во всех регионах такие вещи мы можем наблюдать. Согласен. Обстановка напряженная, да, и санкции серьезным, да, аргументом является в целом в экономической ситуации в стране. Закрытость города очень сильно влияет, очень тяжело привлекать внешние инвестиции. Допустим, МСП внешние инвестиции практически не может привлекать, он может только свое заработанное инвестировать, по большому счету. А почему я говорю о том, что снижение, да? Нет никаких предложений, конкретных предложений, в отчете они не звучат, как исправить ситуацию. То есть, какие меры нужно предпринимать, почему. То есть, мы радуемся, что мы не падаем сильно, но при этом не говорим о том, а что делать, чтобы хотя бы вернуться назад, да, достичь предыдущих показателей. И вот именно инвестиционная деятельность – показатель вообще развития бизнеса в городе. То есть, это один из таких прям ключевых параметров, я считаю, и который надо тоже вносить в критерии оценки, да. Потому что это показатель развития территории. Потому что внеф, внефом он выполняет свою задачу. Все остальное в городе делает малый бизнес и муниципальный сектор. Собственно говоря, от них зависит качество нашей жизни в основном. Ну, резюмируя эту тему, отчет главы вы приняли? Отчет приняли. Настроение было достаточно такое боевое у депутатов. Пришло понимание того, что нужно двигаться дальше и уже давать оценку, что не все, слава богу, у нас в городе. Это прекрасно все понимают и чувствуют настроение жителей города, да. Это, ну, оно не то, чтобы там на подкорке чувствуется, да, где-то там, а именно это обратная связь с жителем. Потому что мы вот как раз и те люди, которые получают эту обратную связь. И мы должны эту обратную связь как-то доносить выше, да, главе и так далее. Поэтому я считаю, что процесс идет правильный, но я воздержался от согласования за то решение. Потому что я не понимаю, что такое принять отчет. Вот, я считаю, что мы можем давать оценку, даже не имея критериев. Но она будет субъективной для каждого лично. Но пускай она будет даже удовлетворительной. Пускай большинство проголосует удовлетворительной. Но я хочу высказать свое мнение в этом решении. К сожалению, я не вижу там своего мнения. Принять я не считаю необходимого. Еще один отчет, который прозвучал на днях, это отчет председателя Думы. Он, мне показалось, носил более такой протокольный характер. Потому что функции Думы – это принятие, как раз разработка каких-то положений. Это контроль за органами МСУ, утверждение бюджета, стратегии социально-экономического развития. То есть такие рабочие моменты. Да, действительно, отчет председателя Городской Думы, он тоже обязан по закону отчитываться раз в год о своей деятельности и деятельности Городской Думы. Но он действительно достаточно формальный с точки зрения того, что все-таки полномочия главы ушли. И уже третий год мы живем в этом формате. Ну, а по большому счету, председатель Городской Думы организует деятельность той самой Городской Думы, которую ему. Вот у него есть аппарат, вот там есть заседание Городской Думы, есть заседание комитетов, есть проекты решений, которые вносит глава, вносит председатель Думы, вносит депутаты, вносит прокуратура, имея право на нормотворческие инициативы. И мы их рассматриваем, принимаем, проводим, считаем их количество, работаем с обращениями граждан и так далее. То есть, это такая организационная деятельность по принятию решений Городской Думы. Действительно, есть функции контроля, и в этой функции контроля мы тоже как-то выполняем эту функцию. Например, надо отметить, выездные комитеты различного рода, запросы, написание поправок к бюджету и все остальное. То есть, здесь, это же не исполнительная власть, да, то есть, мы будем говорить прямо, депутаты не отвечают за качество уборки улиц, хотя многие там, да, приписывают это нам, ничего же там, говорит, осталось только лопату взять. Все, что я могу в этой ситуации взять лопату. Но на самом деле, да, вот количество принятых решений, количество обращений, как с ними проведена работа, какие решения ключевые, знаковые можно отметить. Вот, и вот все об этом отчет председателя Городской Думы Антона Сергеевича. Но я тут тоже, как бы, на комитете высказал ему пожелания и предложения с точки зрения того, что надо налаживать дисциплину, и дисциплину не столько депутатскую, хотя это тоже вопрос большой, а дисциплину администрации. В каком плане? Ну, в плане того, что, когда мы рассматриваем какие-то вопросы на комитетах, многие, ну, как бы, имеют такое нежелание ходить, например, да, на заседание комитетов. Представители администрации. Да, а на одном из заседаний Городской Думы вообще не явился докладчик по вопросу. То есть, мы принимали решение без докладчика. Это как? От администрации. Ну, так. То есть, кто-то или забыл, или не смог. Ну, заместитель, может быть, пришел. В том-то дело, не было докладчика вообще. То есть, это нонсенс. Ну, то есть, это вопрос к тому, что там ни профильный замы, ни сам глава, ни... А уж учитывая то, что глава городской администрации подписывает решение Городской Думы и имеет право вето на... То есть, он может не подписать решение Городской Думы, и тем самым оно не вступит в силу. Он вообще обязан сидеть в президиуме. То есть, вот Голубев сидел в президиуме, Димитров сидел в президиуме. Они не имели права там находиться. Они главы, нанятые менеджеры. Они не подписывали решение Городской Думы. Глава города, председатель Думы сам подписывал один на то решение. Глава города сейчас участник процесса Городской Думы. Участник непосредственного процесса, подписан документ. И его задача находиться в президиуме во время заседания Городской Думы. Он должен от и до работать как депутаты на заседании Городской Думы. Это часть его процесса и его обязанности. Но я, честно говоря, я по пальцам пересчитать, сколько раз он был на заседании Городской Думы или не уходил раньше времени. Каким образом Дума может повлиять на эту дисциплину? Ну, я надеюсь, что председатель примет все зависящие от него. Я не председатель, я не могу за него ответить на этот вопрос. Ну, я думаю, что все-таки это диалог. Диалог и уважение органов власти друг к другу. То есть мы с уважением относимся к администрации, к их нужным. И нужно принять то или иное решение. Порой с очень быстрым темпом. Но к нам почему-то не всегда прислушиваются. Я думаю, это надо менять. Еще одна новость, которую, я думаю, мы с тобой обсудим сегодня, это объявленные выборы губернатора Нижегородской области. И я очень рада, я никогда не скрывала, что мне симпатичен Глеб Сергеевич Никитин. Я рада, что он заявил свое желание участвовать в этих выборах и продолжить работу на посту главы региона. Ну, да, действительно, поймал себя на мысли буквально неделю назад, передвигаясь на автомобиле по Нижнему Новгороду, что я не узнаю порой места, где я там провел детство. Город расцвел. Это на самом деле, да, вот та пятилетка, которая прошла, это вот именно касается Нижнего Новгорода, конечно, потому что я его хорошо знаю. Действительно, город сильно изменился, и это может быть связано с 800-летием и так далее, с федеральными деньгами. Но, честно, очень нравится и модель управления, которую там выстраивает наш губернатор. И здесь как бы, ну, выборы покажут, да, так сказать, результат, потому что, ну, прогнозировать, и тут у меня и партийная дисциплина включает, все-таки там наша партия тоже будет участвовать в этих выборах. И, наверное, да, будет там, вот. Но интересно то, что будет электронное голосование, например, трехдневное. Да, это здорово, это удобно. Да, и я на самом деле хочу попробовать, мне интересно. И таким образом, чем это прекрасно, что у каждого человека появляется возможность проголосовать, даже если в эти дни он не будет в регионе, или у него не будет возможности прийти на избирательный участок. Он может сделать все в своем телефоне, я считаю, что это очень здорово и удобно. Ну, вот в Москве, например, электронное голосование подвергалось большой критике, да, там, с точки зрения организации или там какой-то информации, доступ к каким-то там отчетам. Но, честно, я как бы продвинутый человек в высшем образовании в сфере информационных технологий. Я понимаю, что, ну, да, наверное, мы должны двигаться дальше, учитывая то, что наша страна, на самом деле, очень хорошо развита в сфере информационных коммуникаций и информационных технологий для человека. Там взять те же самые госуслуги, это, ну, ты не найдешь такой аналога вообще в мире практически. Поэтому, ну, да, а в чем проблема-то? Ну, то есть вы все так или иначе зарегистрированы в госуслугах. Ну, нет сложности потратить пять минут времени и проголосовать. Там, что-то же проект вам решать. Так же через госуслуги работает. Это то же самое электронное голосование. Но при этом для кого важен вот этот сакральный ритуал, зайти в кабинку, поставить галочку, оффлайн-голосование тоже остается. Ну, слушай, давай, да, говори, что есть, ну, да, масса продвинутых людей, кто пользуется интернетом. Есть аналоговые люди, да, которым важно там вот на бумажке отметиться. Здесь еще момент. Вот пришел на выбор и взял бюллетень, поставил галочку, опустил в урну. Ты уже как будто бы осознанно сделал выбор, а не просто потыкал в экран своего смартфона. Ну, что, в Штатах вообще по почте голосуют. Берут бюллетень в конверт, запаковывают, по почте отправляют. Я боюсь, что если это будет в России, то результаты выборов мы будем узнавать в течение года. Ну, то примерно, да. Ну, в целом, мы движемся, я считаю, вперед в этом вопросе. Впереди у нас избирательный цикл, вот, собственно говоря, юль-август, середина сентября, ну, то 10 сентября же у нас подведение будет итогов. Вот, 8-го, 9-го, 10-го электронное голосование. 10-го оффлайн, так сказать, голосование на избирательных участках. Я всех приглашаю, я думаю, что явка должна быть хорошей. Ну, вот, ну, результат посмотрим. Спасибо за эту беседу, как всегда, было интересно и познавательно. Ну, а с вами увидимся через неделю на канале 16. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова